Микс Ньюс. Скорее всего, это идет о технической неисправности, тем более, что в аэропорту Тегерана нельзя было провести, видимо, нельзя было провести какие-то регламентные работы, потому что Иран находится под санкциями, и запасные части это американский самолет Boeing в Иран не поступает. К сожалению, там украинские граждане, это 9 членов экипажа и 2 гражданина Украины погибли. К сожалению, это в основном люди, пассажиры других стран, это нисколько не смягчает трагизм ситуации, но вот в чисто таком отношении это можно назвать трагической случайностью. Ну вот эксперты обратили внимание... Да, эксперты обратили внимание на то, что самолет падал таким горящим шаром, и, в общем, это типично в том числе для повреждений выпущенной ракеты. И вот этот момент, и это, как вы сказали, все-таки небольшая, но, тем не менее, вероятность, она изучается сегодня Киевом и рассматривается? Ну, такая вероятность, конечно, такая вероятность будет изучаться, но если там загорелся двигатель, то вполне вероятно, что и это такая возможность есть. Есть трагизм ситуации в том, что, в принципе, самолет мог лететь на одном двигателе, но на взлете, не набрав высоты, силы тяги одного двигателя недостаточно для выведения на стационарный на стационарный эшелон полета. Поэтому, да, в принципе, нужно изучать все версии, в том числе и даже самые маловероятные. И, конечно, вероятность такого ракетного обстрела существует, но не очень понятно, кто такой обстрел произвел. Явно, что это не американцы, потому что им это в данный момент не нужно. А если это сделали, допустим, какие-то иранские спецслужбы, то объект, в общем-то, для них не очень выигрышный. Потому что Украина, это с точки зрения, ну, ситуации на Ближнем Востоке находится, как говорится, не тот, что во втором, даже не в третьем эшелоне государств, которые какое-то имеют отношение к этому конфликту, который развивается и имеет все признаки эскалации. А фактор случайности? Ну, могли принять самолет за другое, допустим? Нет. Судя по тому, какие технические возможности есть, допустим, у американцев, то это маловероятно. Если это были какие-то, ну, перрористические организации, то тоже маловероятно, потому что все в Иране находятся под довольно жестким контролем. И самое главное, что объект для террористов, даже там каких-то антиамериканских, я же еще раз говорил, не самый выигрышный. Для террористов очень важен элемент пиара. Они же эти террористические акты совершаются не ради них самих, а ради пиара. И делать из украинского самолета элемент пиара для террористов не очень невыгодно. Если бы это была, это не западноевропейская какая-то крупная страна, и авиакомпания не очень крупная. Поэтому этот вариант нужно рассмотреть, но пока он представляется достаточно маловероятным. Ну, что касается состава пассажиров, 13 членов экипажа из Украины, 71 гражданин Ирана и 73 канадца, 8 граждан Швеции также, 6 граждан Афганистана. А вот что касается, наверное, 73 канадцев, есть ли какая-то информация, зачем они летели на территорию Украины? Ну, и в том числе, наверное, о других пассажирах. Нет, скорее всего, это Киев рассматривался как пересадочный узел, потому что из Киева можно добраться куда угодно, и в Северную Америку, и в любую европейскую страну. И дело в том, что в Иран летает не так много авиакомпаний, в том числе и европейских. И в этом смысле, может быть, многие пассажиры были вынуждены лететь именно украинскими авиалиниями. Это МАУ, Международная авиалиния Украины. Потому что просто возможности полета в какую-то другую страну, они более-менее ограничены. Иран находится под санкциями, и многие страны не рискуют именно из-за санкционного режима. Эти авиакомпании не осуществляют рейсы в Иран. Поэтому тут можно так понимать, что нужно было добраться в любую страну. Украина, Польша, Венгрия, неважно. Откуда можно было бы дальше вылететь до места назначения. Да, спасибо вам. Напомню, что на прямой связи с нами был украинский политолог Юрий Райхель. Спасибо, что вы вышли на прямую связь. Мы говорим сегодня о случившемся ночью. Американские объекты в Ираке подверглись ракетной атаке. Ночью мы следили за развитием событий, сообщали в том числе вам. К утру поступила информация о том, что в Иране разбился украинский самолет, и на борту находилось 176 человек. Все они погибли. Об этом мы сейчас говорили с политологом из Украины. Продолжим связываться с нашими экспертами. Да, Аббас Джума, арабист, журналист, специалист по Ближнему Востоку, согласился выйти в наш прямой эфир. Сейчас мы с ним свяжемся. Я тем временем напомню, что вы можете оставлять свои комментарии в WhatsApp 2306191. Пишите, мы их озвучим. Также звоните к нам в прямой эфир. 6721293.9 и 6721393.9. Трагические события, которые разворачиваются сейчас на Ближнем Востоке. Вчера Иран атаковал две американские базы, использовал для этого баллистические ракеты. Аббас Джума с нами на прямой связи. Аббас, здравствуйте. Как считаете, насколько эффектным и насколько эффективным получился удар Ирана по американским военным базам? И последует ли ответ со стороны США? Что вы прогнозируете? Ну, об эффективности говорить пока рано. Никаких официальных данных неизвестно. Иранцы сообщают о 80 погибших американских, да, вот цитаты, американских террористов и, значит, об уничтоженной технике. Американцы все это дело скрывают, причем скрывают крайне эффективно, непонятно, погибли, не погибли и так далее. Ну, а эффектно, сами посмотрите, что в мире творится. По-моему, мало кто позволяет себе наносить прямые удары по американским солдатам. В мире не каждая страна может себе такое позволить удовольствие. Вот, поэтому, собственно, да, эффектно. Конечно, сам факт нападения, даже если бы это просто была запущена какая-нибудь, не знаю, какой-нибудь камень в их огород, да, я уж не говорю про ракеты, это было бы эффектно. Ну, впервые за всю историю флаг мести был поднят над главной мечетью в Иране. Будет ли он спущен теперь? Как будут развиваться события в этом смысле? Месть осуществлена? Ну, может быть и будет. Глава иранского МИДа сказал, что иранцы удовлетворены ответом. Эскалации они не допустят. Ну, во всяком случае, если Америка не будет провоцировать, да, то дальнейших никаких шагов, по словам главы иранского МИДа. И, кстати, об этом сказал министр, значит, ну, безопасности, да, там он сказал тоже, что мы не будем нападать, это был такой вот удар мести, мы не агрессоры, если американцы не будут, министр обороны, да, прошу прощения, слово вылетело, если американцы будут вести себя хорошо, ну и мы, соответственно, тоже. Все, что исходит из Тегерана, это контрмера, это зеркальный ответ и симметричные, значит, удары и не более того. Поэтому, да, если американцы сейчас пойдут на дипломатические какие-то переговоры, да, то флаг будет спущен. На ваш взгляд, был ли договор и договоренность между США и Ираном, учитывая, что, ну, по крайней мере, складывается такое впечатление, что, судя по всему, ракеты ушли на пустые базы, то есть мы наблюдали нечто подобное, когда по Сирии по аэропорту Шайрат били. Да, это все пока не доказано. Комментировать тут что-либо я не могу. Есть такая версия. Пока не доказано обратное, она имеет место. Версия повествует о том, что иранцы якобы предупредили иракских коллег, а те по своим каналам предупредили американцев, а американцы оттуда свалили. Тем самым ни вашим, ни нашим, значит, вроде как видимость отомщения, но по факту никто не пострадал. И дальше можно заявлять, что американцы живы, все нормально. Ну, значит, ребята горячие, мы тоже им крепко нанесовали недавно с этим Сулеймани, давайте теперь разговаривать. Такая версия имеет место, повторяю. Но, значит, я не исключаю, что мы выясним и то, что американцы все-таки погибли. То, о чем вы сейчас говорите, это конспирология. Есть контраргумент тоже из конспирологического, да, и конспирологического порядка, что, например, там американцы трупы своих солдат вывозят на вертолетах сейчас, чтобы замести следы и сделать хорошую мину при плохой игре. То есть, правда это? Не знаю. Я этого не видел. Ну, пишут тоже по некоторым данным, там, со ссылками на источники. Вот, собственно, какая из этих конспиративных, значит, таких вот версий конспирологических, прошу прощения, окажется верной, не знаю. Что касается самолета, который сегодня разбился, это совпадение или, на ваш взгляд, можно всерьез рассматривать версию того, что самолет был сбит? Опять же, да, сложно сказать, но я склоняюсь к тому, что это все-таки две разные истории, что вряд ли самолет был сбит, хотя если вдруг выяснится, что это действительно теракт, я не удивлюсь. Во всяком случае, есть официальные заявления посольства Украины в Иране, что это не теракт и что это не ракетная атака. Значит, сейчас в качестве такого доказательства того, что это нападение было на самолет, приводятся фотографии обломков, на которых есть нехарактерные такие вот, значит... Ну, деформация. Ну, деформация. Да, повреждения. Вот, характерные именно для атаки. Но, вот опять же, я поговорил со специалистами, они говорят, что это возможно просто повреждение вследствие взрыва там вот двигателя и осколки просто пробили вот, да, обшивку. Ну, опять же, я не эксперт, мне сложно говорить, полагаю, что все-таки это совпадение. Вот такой вот ужасный день. Так ужасно начался год. Да, спасибо вам. Спасибо вам. Напомню, что на прямой связи с нами был арабист, журналист и специалист по Ближнему Востоку Абаш Джума. Сделаем небольшой перерыв, потом мы вернемся и продолжим программу «Болтком онлайн. Говорим о ситуации на Ближнем Востоке». Мы продолжаем программу «Болтком онлайн». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, Дмитрий Клаванис познакомит нас с тем, что пишет в соцсетях и звукорежиссер Родион Золотарев. Мы сегодня говорим о ситуации на Ближнем Востоке. Я так поясню, наверное, кратко. Сделаю такой текстовый онлайн. Примерно в час двадцать по времени в Риге стало известно о том, что Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке. Далее США эту информацию подтвердили. Иран заявил, что удар по объектам США – это месть за смерть генерала Сулеймани, ранее убитого США. Сначала сообщалось, что по меньшей мере десять ракет попали на территорию американской базы. В Белом доме было созвано экстренное совещание. Говорили о том, что готовится обращение Трампа к нации. Примерно в 2.16 Пентагон заявил, что примется необходимые меры после атаки Ирана. В Иране, опять же, сообщили о начале второй волны ударов по базе США в Ираке. Заявили о возможном ударе по союзникам. В Иране заявили о возможном ударе по союзникам США. Позже появилась информация о том, что никто из военных не пострадал. Такое вот даже затишье. Было заявлено, что Иран выпустил по базам США 15 баллистических ракет, 11 из них попали в цель. Далее совещание у Трампа завершилось. Министры покинули Белый дом. И вроде как тоже все так стихло. Даже казалось, что подобный сценарий был разыгран специально, что попали по заранее пустым объектам. Мы договорились, вроде бы, как была запланирована какая-то месть. И иранцы, вот они запланировали и свершили ее. Ну вот к утру поступила информация о том, что в Иране разбился украинский самолет. На борту находилось, я напомню, 176 человек. Наши эксперты, в том числе украинский политолог, арабист, и также журналист Аббас Джума. Они говорят о том, что действительно никаких данных, подтверждающих параллели между этими историями нет. Это совпадение ли это, или трагическая случайность. В том числе мы будем также следить за развитием событий. Ну а пока продолжаем знакомить, в том числе и вас, с мнением наших экспертов. Ну и принимайте ваши звонки. Подключайтесь, 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефону прямого эфира в нашей студии. Да, и военный эксперт, историк Борис Юлин нам прокомментировал вчерашние ночные события. Давайте послушаем, что он нам сказал. Ну, удары достаточно, на самом деле, пока что слабые. То есть, фактически, это иранцы заявили о своей готовности ответить на американский теракт. То есть, собственно говоря, убийство государственного, политического и военного деятеля, вот таким макаром, как американцы убили Сулеймани, это является чистой войны терактом. То есть, в данном случае иранцы действуют, что самое интересное, в рамках международного права. То есть, они объявили американскую армию террористической операцией и проводят, как бы, в контакте, здесь этическую операцию. И сейчас все зависит от ответа американцев. То есть, если они пойдут на эскалацию конфликта, то будет война между Ираном и Соединенными Штатами. Возможно, забыл в страну и многие другие страны. Ну, можно ли сейчас прогнозировать, какой будет... Да, но с другой стороны... Так вот, ну как, американцы могут начать подавлять систему ПВО Ирана, наносить удары по иранским объектам. Для того, что американцы здесь возможности гораздо больше, чем у Ирана. Но это разразится серьезная война. Если американцы же проглотят, как бы, эти ответные удары, то есть, типа, осуществился размен, так сказать, то в этом случае это сильно ударит очень по рейтингу американского президента, который провел такую вот нелепую террористическую операцию. Могли бы Вы рассказать поподробнее, что за ракеты использовались при нанесении удара? Обычные ракеты класса «Земля-Земля» средней дальности. У Ирана их довольно большой ассортимент. Если исследуют обломки, будет ясно, какие именно из них использовались. То есть, это явно не из основных стратегических запасов Ирана. Дело в том, что ПВО США вообще себя никак не проявило. Пока еще нет сообщений ни об одной избитой ракете. То есть, защита от ракетного удара у американских газов, по факту, как оказалось, практически отсутствует. Да, я напомню, что это был военный эксперт Борис Юлин. Комментировал он ситуацию на Ближнем Востоке. Но вот эта статистика, о которой я тоже упоминала в начале, что 15 баллистических, Иран запустил 15 баллистических ракет, только 11 попали в цель. Скорее, 11 попали в цель, потому что здесь вопрос, как посмотреть. Мне кажется, что действительно, и здесь я соглашусь с экспертом, получается, что ПВО баз, который находится под прикрытием, оно практически не функционировало, потому что это очень высокий процент попадания. Считывая, что они были готовы к тому, что может тут произойти. Либо же, как уже говорила в нашем эфире Ариэль Бульштейн, советник, премьер-министры Израиля, действительно была договоренность. И, соответственно, американцы просто оттуда ушли. Ну и отдали базы. Как я уже этот пример вспоминал, когда США наносили удар по авиабазе «Шайрат» сирийской, то, в общем-то, не пострадал практически ни один пара человек. По пустым базам, да, позже было выяснилось. Там россияне, например, находились, никто не пострадал. То есть их предупредили до удара, все ушли, ракеты там «Агавки» прилетели, там даже разрушения были не очень сильные. И мы вообще наблюдаем сейчас, мне кажется, новую такую войну, когда договариваются. Это как отправиться смс, да, как бы, может быть, цинично это не звучало. Но таким образом Иран и США разговаривают, как разговаривали США и Сирия. Точнее, даже тогда, что касается авиабазы «Шайрат», мне кажется, разговаривали Россия и США через Сирию. Да, на территории Сирии, да. Ну и СНН, кстати, сообщала о том, что власти Ирака, опять же, ссылаясь на свои источники, сообщала о том, что власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары. Да, но Иран предупредил Ирак, понимая, вероятно, о том, что Ирак предупредит США. Это такая тонкая игра, которая, скорее всего, осуществлялась. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Вы знаете, вся эта шумиха и интервью вот этого израильского политика, который был в прошлом часе, еще раз подтверждает справедливость поговорки про Юпитера и БК. Потому что, когда, например, Моссад вылавливал лацистских преступников по всему шару, это было хорошо. Когда Советский Союз хватал своих каких-то тоже убежавших, там, шпионов продавшихся и тому подобное. Это было плохо. А сейчас вот от России Трамп немножко отвязался. Он не хочет с Россией особенно ссориться. Они себе нашли врага. В лице Ирана и действительно убийство Бен Ладена на чужой территории, в чужом государстве. Убийство этого... Вы Сулейман имеете в виду? Да, да, да. Его убили. Причем не на территории Ирана, на территории другого суверенного государства. В Ираке его убили. Это что, не терроритический акт? То есть, то, что Юпитеру можно, не позволено быку. Спасибо. Да, спасибо. Вам еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день, Алина. Да, слышу вас, Алина. Я заранее прошу прощения. Я человек, слабо разбирающийся в военных тут делах всяких. Может быть, я какую-то ерунду скажу. Но на балконе бывает очень много просвещенных таких спикеров, да, которые хорошо разбираются, допустим, в подобных вопросах. Вот, может быть, они смогут мне объяснить. Вот у меня первый вопрос. Я, к сожалению, застала только минуты три прошлого вашего блока. И даже по этим двум минутам сразу стало понятно, на какой стороне этот выступавший и какую позицию он защищает. И вот он там произнес такой пассаж. Экспансия Ирана. Кстати, тут без конца путаются Ирак и Иран. Экспансия Ирана. Экспансия – это продвижение своей территории или своих интересов за счет окружающих там государств. Вот куда движется экспансия Ирана? Что они завовьевывают, чему они угрожают? Это первый вопрос. Является ли в таком случае экспансией Израиля, его действия против постоянных жителей мусульман там, на ближних территориях и на территории Израиля? Это раз. Это два. Так, теперь. Вот в Ираке военной базы американцев. Они там находятся как, самостоятельно или же по договоренности с правительством? Да, спасибо. Ну, я могу ответить на ваши вопросы. Я думаю, что, во-первых, когда речь идет об экспансии Ирана, это небольшой секрет. Иран действительно одна из влиятельнейших стран в регионе. Она влияет на процессы в других странах. Опять же, здесь можно как раз провести и шиитская история, потому что Иран – это шииты, и, в общем-то, шиитские группировки различные контролируют. И как раз Ариэль Больштейн, который был гостем нашей программы «Абонент доступен», он является советником премьер-министра Израиля. И он говорил о том, как это функционирует через определенные организации. Иран как раз атакует Израиль из третьих стран, с других территорий, через Хизбалу, например, с территории Ливана, чтобы нельзя было его напрямую упрекнуть в том, что он это делает. Что касается баз США, то они находятся по договоренности с иранским правительством, как, кстати, и силы международной коалиции, и Латвия в том числе. Потому что сегодня премьер-министр Кришнис-Харинш и наш президент Эгглс-Левиц заявили о том, что нет нам пока причин уходить из Ирака, потому что нас туда пригласили, и мы там находимся по приглашению иракского правительства. Иракское правительство было сформировано после разгрома правительства Саддама Хусейна. Здесь можно как раз долго дискутировать, как это было. Мы помним эту историю, и то, что там, какой повод использовался для того, чтобы американцы вошли в Ирак. И, в общем-то, он не подтвердился, не было там химического оружия. Но, тем не менее, вот отвечая на ваш вопрос, примерно так это можно сформулировать. Да, еще примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Игорь. У меня очень интересное соображение в связи с тем, что... Сейчас продолжу. Помните, пару недель назад президент России поблагодарил президента Трампа о предотвращенном иракте в Петербурге. А не было ли это, не было ли это, так сказать, уступка, что ли, или не уступка, чтобы Россия не реагировала жестко на все эти дела? Ну, я имею в виду. Вот я ни разу не слышал в комментариях вот этой вещи. Возможно ли это? Спасибо. Спасибо, кстати, ну, российские политики, отдельные российские политики достаточно жестко отреагировали, но президент России, да, пока демонстрирует достаточно сдержанную позицию по этому вопросу. Так и нефть подскочила. Нефть, кстати, выросла, что для России неплохо. Очень даже неплохо, ну, да. Давайте послушаем, что на эту тему нам рассказала американская журналист, корреспондент The Daily Beast, Анна Немцова. Вот ее комментарий. Ну, то, что нас не сраживает в первую очередь по поводу самолета, это время, да, которое, если это совпадение, то это какое-то совпадение совершенно уникальное, потому что была бомбежка баз, да, которую мы так понимаем, что Иран бомбил в 6.02 секунды, в 6.02 секунды бомбил американские базы в Ираке, а в 6.12 было падение самолета украинской международной авиалинии, и вот этот самолет, с одной стороны, он взлетел на Тегеран, и, в общем, был не слишком высоко, но по мнению военных экспертов, вот в эти вот 3 секунды, минуты первые после бомбежки, действительно ожидается ответный удар, и это могли быть какие-то ПВО Ирана, но мы сейчас ничего не можем утверждать наверняка, потому что, во-первых, на видео мы видим, что горячий самолет падает одним куском, они много разлетаются, как при взрыве, да, тут трудно, трудно, трудно судить, это в первую очередь нужно дождаться черных ящиков. Да, напомню, что это была Анна Немцова, корреспондент из США, мы говорили в том числе и с нашим украинским, с украинским политологом, который выходил к нам на прямую связь о самолете, к утру поступила информация о том, что в Иране разбился украинский самолет, на борту было 176 человек, все они погибли, кто-то связывает эти события с обострением конфликта на Ближнем Востоке, кто-то нет, кто-то считает, что пока нужно дождаться еще мнения, в том числе экспертов, и что будет происходить дальше, развитие событий, следить за ними. Но вот Анна Немцова как раз занимается непосредственно этой историей и считает, что если это трагическое совпадение, то, конечно, оно разрушительного характера. Да, ну и, конечно, вероятность такого совпадения, она крайне невысока именно по теории вероятности, потому что все произошло в течение нескольких часов, там буквально считанные часы прошли с момента атаки Ирана по американским базам, и гибели самолета со 176 людьми на борту. Конечно, это вызывает вопросы, хотя, ну, украинское посольство, например, они как раз утверждают, что причиной стала неисправность. Но все версии рассматриваются, об этом нам в частности сказал украинский политолог Юрий Райхель, который выходил с нами на прямую связь в начале эфира. Да, мы слушаем вас. Ой, извините меня, ради бога, я забыла спросить еще. Вот скажите мне, пожалуйста, не могу нигде найти ответ. Иран, чем он так недоволен Израилем, что в отношении Израиля такая не то что не любовь, а просто ненависть? В чем причина? И еще я все-таки не поняла, где можно увидеть экспансию Ирана? Спасибо, извините. Ну, я вам как раз рассказал об экспансии. Это не обязательно, что Иран расширяет свои границы. Это как раз влияние, которое Иран оказывает на сопредельные государства. Это можно сравнить, например, ну, может быть, это такой опосредованный пример с влиянием крупной страны, там, допустим, России на постсоветское пространство. Да, не обязательно, чтобы в твоих границах были эти территории, но тем не менее, ты будешь иметь там власть и твои представители будут иметь там власть и серьезное влияние. Иран как раз опосредованно это влияние распространяет, это небольшой секрет. Что касается второго вопроса, который прозвучал от нашей радиослушательницы, не помнишь, какой он был? Да, к сожалению, нет. Кажется, наша радиослушательница спросила о том, почему такое сопротивление происходит между Ираном и Израилем. Израиль, да, но здесь тоже можно много, например, с 1979 года, после того, как в Иране была проведена революция, исламские фундаменталисты, в общем-то, захватили власть и там как раз еще и на этом религиозном уровне, в общем-то, вот это неверно и так далее и тому подобное. Но у Израиля, в общем-то, серьезное противостояние со многими странами региона. Просто Иран, он достаточно открыто заявляет о том, что Израиль должен быть стерт с лица земли. О чем нам говорил как раз в Совете Пример-министре. Орель Бутштейн, да. Ну, там еще и религиозные аспекты. Ну, там вообще сложно. Ну, религиозный аспект, наверное, все-таки там основной. Хотя тут можно дискутировать. Продолжится ли Ирана американский конфликт и выйдет ли он за пределы Ближневосточного региона, зависит от Дональда Трампа. Так нам в интервью сказал журналист и политолог Том Ральфельдерс. Вот, по его словам, Вашингтон и Тегеран, они обменялись такими взаимными атаками. И теперь все зависит от того, пойдет ли американский лидер на обострение конфликта. Давайте послушаем, что он сказал нам. Ну, в принципе, сейчас все карты в руках Трампа. Вопрос, станут ли Штаты придерживаться своей предыдущей риторики, согласно которой, если Иран посягнет на американское имущество и интересы, то, возможно, атака на территорию Ирана. Иран, в свою очередь, заявлял, что если США пойдут на такой шаг, то пострадать могут интересы не только США, но и их союзников. Проходили даже сообщения о возможных нападениях на Дубай, Израиль, которые могут осуществить боевики группировки Хизбалла. Так что слово за Трампом. Если США решат ответить и пойдут на какой-то серьезный шаг, который снова спровоцирует Иран, тогда этот конфликт может выйти за пределы регионального. Если, не дай бог, пострадает Дубай или Арзумский пролив, через который проходит огромное количество нефти, то и мы почувствуем последствия в нашем регионе, хотя бы в плане цен на нефть. Так что, я думаю, нам стоит за всем этим следить. Не стоит преувеличивать или сеять панику, но ждем, что ответит Трамп. То, что нечто подобное произойдет, было довольно ожидаемо, потому как убийство генерала Сулеймани – это в определенном смысле плевок в лицо Ирана. Ведь на родине он считается одним из тех, кто наиболее активно отстаивает интересы и обеспечивает влияние Ирана в соседних странах – в Ираке, Сирии, Ливане. В соцсетях я видел такое сравнение, что убийство Сулеймани можно сравнить с убийством министра обороны США, так что было понятно, что нечто подобное произойдет. Вопрос, где и когда. Есть, что там, где-то, что происходит, есть вопросы, но есть вопросы, где-то, где-то, где-то. Напомню, что это был политолог Томрад Фельдерс, комментировал нам случившееся. И, кстати, вот, что касается данных о жертвах, государственная телевидение Ирана сообщала о том, что 80 американских военнослужащих были убиты. Изначально не заявляли о том, что... Ну, не была информация о погибших, ее просто не поступало. Вернее, наоборот, сообщали, что погибших нет. Позже же к утру появилась такая информация. Опять же, как говорят эксперты, если бы действительно среди погибших были 80 военнослужащих американских, то ответ США последовал бы незамедлительно. Ну, я думаю, что это было бы сложно скрыть, потому что американские СМИ в этом смысле работают достаточно быстро, профессионально. И, в общем, американская система средств массовой информации, она позволяет такие вещи раскапывать. В отличие, кстати, от иранской, потому что там СМИ подконтрольные, и как раз мы сейчас наблюдаем такую дезинформационную войну, потому что Ирану важно показать, что их ответ был мощным, сильным и соразмерным. Потому что, если, допустим, выяснится, что это был ответ по пустым базам, и стороны просто договорились, то, в общем-то, это тоже будет достаточно сложно объяснить своему электорату, аудитории, потому что это выглядит такой фальшивкой, да, с одной стороны убийство, реальное убийство иранского генерала, а со второй стороны, ну, просто вот популяли немножко железками. Ну, красиво, да, красиво там слова какие-то в Твиттере Сулеймани появилось, что я буду вам противостоять и так далее и тому подобное. В этом есть некий такой символизм и ритуал, но, тем не менее, я думаю, что, в общем-то, многие будут просто неудовлетворены. И поэтому Иран может быть заинтересован в том, чтобы распространять информацию о жертвах среди американцев. Но, опять же, важно дождаться обращения Дональда Трампа и понять, как будут действовать Соединенные Штаты Америки, потому что ситуация, на самом деле, непростая. С одной стороны, можно посмотреть на нее, как с точки зрения «мы убили ваш, вы ответили, и мы квиты», с другой стороны, опять же, Дональд Трамп таким образом может репутационно потерять, потому что выяснится, что Иран может ударить по американским базам. И за это ему ничего не будет. Да, и вроде как он отвечал, но, тем не менее, получается, что американцы тоже могут это проглотить. Потерпели. А они это проглатывать, как мы знаем, не любят. И как Дональд Трамп на это отреагирует, это тоже, конечно, вопрос. Давайте послушаем, что нам сказала исследователь Латвийского института внешней политики Синтия Брокко. Поставим ее комментарий. Это нападение было произведено очень обдуманно, взвешено и с оглядкой на потенциальную реакцию Соединенных Штатов. Если бы в результате атаки погибли американцы, то ситуация была бы намного более критичной. Как известно, сразу после произошедшего Трамп написал в своем твиттере, что все хорошо, но при этом Америка еще просыпается и стоит дождаться официального заявления со стороны Белого дома в дальнейших шагах Вашингтона. Так или иначе, это нападение больше похоже на взвешенный ответ, потому что американцев на этой военной базе не было. Ущерб для аппаратуры и военной техники. Уже в 2019 году мы могли наблюдать, что Америка имеет очень серьезную поддержку со стороны своих союзников на Ближнем Востоке, в частности, Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас же эти страны немного ослабили свою поддержку, поскольку они понимают, что в случае эскалации конфликта пострадать могут и их территории, где расположены американские базы в Кювете, Бахрейне и других странах. Поэтому страны региона, а также Евросоюз выступают за выравнивание этого конфликта, за то, чтобы найти дипломатические решения. Прямой угрозы для Латвии это не несет, но надо учитывать и побочные эффекты. Острых военных действий между Ираном и США не будет. Иран не настолько силен, чтобы бороться с США, тогда как американские союзники на Ближнем Востоке тоже не смогут воевать в одиночку. Нужна будет помощь из-за океана. Поэтому, вероятно, это будет кибервойна, а также распространение терроризма. Потому что одно дело, что говорит иранское руководство и армия, и совсем другое, как это все воспринимают идеологически настроенные террористические группировки. Стоит помнить, что армия США, точнее НАТО, располагает в том числе и нашими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы Вашингтон ввязывался в открытые военные действия и тратил свои оборонительные средства на Иран. В целом же я не вижу угроз для Латвии от нынешнего конфликта. Я не вижу угрозы от нынешнего конфликта. Я не вижу угроз для Латвии от нынешнего конфликта. Напомню, что это была исследователь Латвийского института внешней политики Синтия Брока. Мы также будем ждать ответа Белого дома, заявления Трампа. Сейчас все-таки ситуация такая довольно напряженная. Весь Ближний Восток стоит на ушах. И опять же, да. Будем следить за развитием событий. Познакомим Вас кратко с социальными сетями. Дима, что там пишут? Как на это реагируют пользователи? Да, пользователь пишет. Трамп умеет давать заднюю и здесь может дать, так как никто из американцев не погиб. А другая пользовательница, Валерия Патрик, пишет. Сигнал тревожный для Пабрикса Иринкевича. Ответного удара на обстрел баз американских, как я понимаю, не было. Ну, посмотрим. Дай Бог, чтобы, наверное, и не было, потому что никому не нужна большая война. Никто ее не хочет. Ни в Латвии, ни в России, ни в США, думаю, ни в Иране. Поэтому, может быть, обойдется. Ну, посмотрим, потому что, как сказал, опять же, мы сегодня часто цитируем, Ариэля Бултштейна, прогнозы на Ближнем Востоке, дело неблагодарное, еще более неблагодарное, чем вообще прогнозы. Очень осторожно. Да, все может развернуться в считанные часы на 180 градусов. Эфир провели Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев и Дмитрий Кламанец. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова